Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Побег из гурсовета. Смоет ли мусорный цунами карьеру львовского мэра Садового? Неусадимый. Кто отменил арест выжгородского мэра, подозреваемого во взятке в миллион евро? Налоговый стресс. Что ГБУ ищет в Полтавском управлении фискальной службы? Золотой душ. Какой процент украинцев сможет осилить новое повышение цен на горячую воду и тепло? Острая толерантная недостаточность. Готовы ли полицейские обеспечить безопасность на марше равенства? Мусорный шторм. Во Львове активисты требующие отставки. Мэра Андрея Садового столкнулись с полицейскими. В ход пошли кулаки, яйца и слезоточивый газ. Что предшествовало конфликту и означает ли это, что городоначальнику объявлена война? О львовских баталиях подробнее наши корреспонденты. Беспрецедентные меры безопасности. Львовская мэрия с утра в оцеплении нацгвардии и полиции. Здание охраняют более сотни человек. Вход загорожен турникетами. Войти внутрь разрешают только депутатам и журналистам. По пропускам и с регистрацией. Активистов, которые пришли требовать отставки Садового, не пропускают. Несколько человек все-таки прорываются в коридор горсовета. В нацгвардейцев летят яйца. Кто-то распыляет в толпе слезоточивый газ. При службе нацгвардии заявили. Газ применили агрессивно настроенные активисты. Пикетчики и не отрицают, и предупреждают. Это только начало, ведь объявили Садовому настоящую войну. Сегодня произошла маленькая акция, начало борьбы за освобождение Львова от злодия Садового. На сессии Садовой должен был отчитаться от ситуации на Грибовицкой свалке, но так и не пришел. Заседание открыл его заместитель и почти сразу же закрыл. Депутаты считают, проблему можно решить за счет городского бюджета, а не шантажировать правительство информацией о том, что без денег из резервного фонда Львову грозит экологическая катастрофа. На поточном рахунке сегодня в городе Львове лежит чем-то более 400 миллионов гривен, а на депозитном рахунке более 400 миллионов гривен. Это достаточно большие деньги, чтобы городской глава могла взять в областную работу и объяснить местам, за сколько времени он может за эти деньги оперативно сделать полигон для сохранения отходов. Ну а где же был все это время сам мэр? Оказывается, в суде. По делу Айдаровца, который год назад бросил гранату в его дом. Здесь Андрей Садовой, понимая, что его имидж стремится к нулю, делает отчаянную попытку исправить положение. Просит суд проявить милосердие к подсудимому, поскольку понимает, что тот был после АТО в состоянии аффекта. После того, как страсти перед мэрией утихли, а протестующие разошлись, несколько человек отправились к мэру домой с мешками мусора и оставили их у ворот. Объяснили, это своеобразная черная метка, мол, городу не нужен мэр, который не способен решить проблему с уборкой отходов. И призвали львовян привозить свой мусор именно сюда. Павлина Василенко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. И вот как львовские беспорядки комментируют политологи. То, что сейчас происходит во Львове, достаточно жесткие протесты и протесты, направленные против мэра Львова-Садового, он это заслужил. Он может опуститься, как говорят эксперты, до уровня мусорного. И, собственно, это третья кризисная ситуация, которая угрожает позициям Садового. Первое, это достаточно неудачное комплектование фракции самопомощи. И мы видим, что эта фракция уже уменьшилась в своем составе и, собственно говоря, ничем особо себя не проявила. Второе, это Криворожская авантюра, которая привела к серьезным репутационным потерям как самопомощи, так и Садового. И третье, это ситуация вокруг вот этой угрозы экологической катастрофы, протестов и реакции Садового. Садовой, конечно, сейчас попытается отыграть эту тему, свести это к проискам оппонентов. Однако, ну, собственно говоря, это произошло то, о чем давным-давно предупреждали. Собственно, пренебрежение коммунальными решениями экономических и хозяйственных проблем города и игра в большой пиар, рано или поздно рискует обернуться достаточно серьезными экологическими, инфраструктурными катастрофами. Фактически, эти события показали, что Амерто не справедливый. То есть, очень хорошо, когда человек умеет красиво говорить, высловывать правильные гласла, слова, желания. А вот реальная ситуация показала, что он не совсем способен виправлять те серьезные проблемы, которые творятся, которые форс-мажорными, например. То есть, есть ответственность того образа, который был создан командой, самым Садовым, реальному міському голове, который должен решить эти проблемы. Я думаю, это большое вопрос для львовян. Эта проблема существует в горячей такой фазе, существует несколько последних лет, а міськая влада не пределила для этого достатньо и безумовно уваги, чтобы решить ее, чтобы забегать. Была выбрана неправильная стратегия, продемонстрирована была недостатная готовность брать на себя ответственность и неспроможность решить ключевые проблемы. Президент Порошенко обсудил сегодня львовскую ситуацию с представителями МЧС и Минэкологии. Глава государства поручил чиновникам принять все меры для скорейшей ликвидации огня и выделить помощь семьям погибших пожарных. На сегодняшний день мы имеем с 5 тысяч квадратных метров горения. Залишилось у нас 900 квадратных метров. Мы плануем в принципе сегодня завершить гасение пожарной. Загрозы для мешканцев города Львова нет, но у нас есть занепокоения, благодаря тому, что и воды много выливается в процессе пожарной, где инфильтрат попадает в мискую канализацию города Львова. Финансовые или другие перешкоды не должны вас остановить. Будь-якие проблемы с пальным, с дополнительным финансированием будут решены, но гасения должны быть завершены. И про завершение гасения доповести мне лично. И уже ближе к вечеру мэр Львова собрал журналистов на брифинг. С нами на связи моя коллега Галина Якушко, она находится во Львове. Галя, добрый вечер. Расскажи, как садовой объясняет причины сложившейся ситуации и как собирается из нее выруливать? Добрый вечер, Наташа. Прежде всего, мэр прокомментировал, почему так и не выступил в отчетном сессионном зале. Он сказал, что его планом помешали радикально настроенные активисты, которые штурмовали здание. И сообщил, о возможных провокациях знал накануне. Поэтому и обратился к Нацгвардии, полиции и СГУ обеспечить охрану мэрии. Мы также попросили Андрея Садового прокомментировать заявление депутатов о том, что проблему можно решить за счет средств городского бюджета. И вот, что он нам ответил. Мы имеем на два месяца вильные деньги, то мы их кладем на депозит и получаем дополнительные деньги до бюджета. Стану на сегодня мы получили дополнительные деньги от размещения наших вкладов в 25 миллионов гривен. Это, в основном, те деньги, которые можно будет потратить, в том числе, на рекультивацию. Ну и последняя оперативная информация о том, что сейчас происходит на Грибовицком полигоне. В целом, самолеты сбросили 168 тонн воды на горящий участок. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям нам сообщили. Спасатели возобновили поисковые работы пропавшего без вести коммунального работника. Предположительно, его тело находится под завалом. Что касается местного населения, напомню, вчера экологи брали пробу колодезной воды. Оказалось, ее употреблять категорически не рекомендуют. Впрочем, подвоз воды людям чиновники до сих пор так и не организовали. В студии. Спасибо, Аня. Нардеп Анна Габко еще 31 мая. На следующий день после трагедии на Грибовицком мусорном полигоне обратилась с официальным письмом к садовому с просьбой предоставить всю информацию о том, что было сделано властью города за последние 10 лет для того, чтобы построить мусороперерабатывающие заводы, а также надлежащее оборудовать свалки. Также она обратилась к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать причины бездеятельности львовских властей и возможное влияние коррупционных факторов на отказ инвесторам в постройке мусороперерабатывающего завода. Я напомню, что Габко покинула самопомощь, по ее же словам, из-за политического давления. Ну и там же во Львове пылают не только мусорные полигоны. На взятки погорел депутат Львовского областного совета от самопомощи. Депутатскую деятельность Андрей Прокопев совмещает с руководством ботаническим садом, и 6 тысяч гривен он потребовал от подчиненного, а взамен обещал его не увольнять. Деньги Прокопев просил перечислить на карточку друга, куда они благополучно и поступили. Правоохранители уже провели обыски в домах депутата и его сообщника. Рассказать на камеру подробности задержания в нас полиции отказались. В пресс-службе фракции самопомощь в облсовете подтвердили, что именно Андрей Прокопев взял взятку и заявили, что будут принимать решение о его исключении из фракции. Налоговый стресс. В Полтаве с самого утра заблокировали областное управление фискальной службы. Около полудня в здание ворвались вооруженные люди. Одни в штатском, другие в военной форме. Внутрь никого не пускали. Выйти из помещения тоже никто не мог. На дверях появилась табличка. Главное управление фискальной службы временно не работает. Ближе к середине дня нескольким сотрудникам все же разрешили выйти. Что происходило внутри, те не комментируют. И уже вечером большинство сотрудников все же отпустили. На сайте ГПУ появилось разъяснение. В рабочих кабинетах сейчас проводятся обыски. Открыто уголовное производство. Следователи подозревают чиновников ведомства в махинациях с незаконным возвратом НДС. Проводятся следственные действия, в частности обшуки, в рамках криминального проведения, которое действует не подразделие местной полиции. Поэтому детали данного криминального проведения нам не знают. А то, что там правоохранители, это мы знаем на 100%. Тарифный душ, цены на коммунальные услуги снова взлетают. Насколько вырастет стоимость тепла в квартирах и горячей воды для украинцев уже с 1 июля, решали сегодня в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Все цифры нам расскажет Татьяна Овенникова. Пенсионеры, бюджетники, представители профсоюзов и студенты на солнцепёке протестуют против очередного повышения ЖКХ тарифов с 1 июля. В это же время в кабинетах чиновники Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг решают, насколько еще эти тарифы поднять. Активисты перекрывают проезжую часть дороги. Из Нацкомиссии к протестующим никто не вышел. Тогда их представители сами отправились в зал заседания. Там чиновники попытались успокоить людей. Пообещали нуждающимся субсидии. Это 37% населения. В минулый опаливальный период отримывали житловые субсидии. Их размер платежа за житлово-коммунальные услуги становился около 8-11% от своих доходов. Активисты заявили, субсидии им не нужны. Необходимы адекватные зарплатам и пенсиям тарифы ЖКХ. А если их поднимут снова, грозятся перестать платить. На сегодняшний день в городе Киеве 160 тысяч домогосподав не в свой час не сплачивают и не платят за житлово-коммунальные услуги. Это при старых тарифах. А что будет при новых тарифах? Не принимайте это решение. В случае, если вы принимаете, мы имеем поддержку всех других регионов. Будет оголошена всеукраинская акция протеста. И вот в нацкомиссии голосуют. Повышают тарифы на тепловую энергию и центральное отопление для населения почти в два раза уже с 1 июля. Эксперты считают, такое повышение приведет к краху системы ЖКХ. Для населения тариф на тепло будет неподъемным. Для теплокоммунного энергии он тоже будет неподъемным. Теплокоммунного энергии попадут в зону страшных неплатежей. И в результате ни на модернизацию, ни на сети, ни на какие-нибудь программы там ничего не останется. И вот это все нам пытается преподнести как некую рыночную реформу. В итоге с 1 июля в зависимости от города поставщика услуг, наличие счетчиков и других факторов, горячая вода и тепло в квартирах подорожают в среднем на 70-90%. Активисты планируют оспаривать эти тарифы. В суд собирается и лидер Батькивщины. По словам Юлии Тимошенко, она готовит иски против Кабмина и Нацкомиссии, повысившие тарифы, не проверив их обоснованность. Татьяна Авинникова, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Тарифным геноцидом называют повышение цен и в оппозиционном блоке. Подорожание приведет к полному обнищанию населения, говорится в заявлении этой политсилы, размещенной на сайте. Я процитирую. Подняв тарифы на теплоснабжение вдвое, власть фактически сделала эту услугу для украинцев недоступной. Новые коммунальные расценки на тепло и горячую воду завышены необоснованно. И по расчетам экспертов, должны были быть ниже в два раза. Оппозиционеры требуют от правительства прозрачности при формировании тарифов и немедленного пересчета новых, исходя из их реальной рыночной цены. Кроме того, необходимо обеспечить все дома счетчиками. Люди должны платить только за израсходованное тепло. Государство обязано предоставить гражданам доступные кредиты для утепления домов и повышения их энергоэффективности. Немедленного и, главное, качественного ремонта дорог требует премьер Владимир Гройсман. Он провел совещание по этому вопросу и напомнил, что вчера на их восстановление выделили более 5 миллиардов гривен. Гройсман также подчеркнул, что использоваться эти деньги должны эффективно и возложил ответственность лично на руководство Украфтодора. Контролировать этот процесс и качество строительства Гройсман планирует тоже лично. А вот зарплаты украинским госслужащим повысили пока только на бумаге из-за отсутствия финансирования. Об этом написала на своей странице в Фейсбук первый замминистра образования Инна Софсун. Согласно постановлению правительства Яценюка, с 1 мая этого года для чиновников предусматривались новые оклады. Например, зарплата главного специалиста должна была составить 4308 гривен плюс надбавки. Но на деле зарплаты наоборот будут только уменьшаться, пишет Софсун. Повторно рассмотреть вопрос о снятии с нардепа Игоря Масийчука неприкосновенности требует от Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, расследование дела радикала продолжается. Я напомню, что Масийчука подозревают в хулиганстве, насилии, а также во вмешательстве в деятельность судебных органов и взяточничестве. Алексей Мумот, подозреваемый во взятке в почти миллион евро, не просто на свободе. Он может вернуться в свое мэрское кресло. Апелляционный суд полностью отменил меру пресечения скандальному Выжгородскому градоначальнику. Кроме этого, суд рассмотрел сегодня еще три апелляции адвокатов на отстранение от работы и две на арест имущества. Как проходило заседание, видели наши корреспонденты. Заседание суда начинается с апелляции об отмене меры пресечения Алексею Мумоту. Он сейчас на свободе после внесения залогов в 5 миллионов гривен. Адвокаты сразу вносят ходатайство вызвать на допрос реального заявителя по этому делу. На одном из прошлых заседаний в суд вызывали Дмитрия Семенчука. Его персональные данные совпадают с данными заявителя, указанными в материалах дела. Но тогда оказалось, это не тот Семенчук, который писал заявление о требовании Мумотом взятки в миллион евро. А настоящий заявитель засекречен под этим именем. И вот суд рассматривается. Саму апелляцию защита снова сыграла на том, что по закону этим делом не может заниматься областная прокуратура. Если речь идет о такой крупной взятке, расследование ведет НАБУ. Кому следует данное криминальное поведение? В зависимости от КПК? В зависимости от КПК следует Национальному антикоррупционному бюро Украины. Почему вы сразу не передали обследование? В связи с тем, что, по-перше, проводились первочерковые необходимые следствия. И, кроме того, на расследовании судов перебывали... Как бы там ни было, дело посыпалось. И вот решение. Апелляции не станут. Вы удовольны. Как я могу себя чувствовать? Это еще не процесс. Ну, рады, что суд объективно рассмотрел справу. У нас вперед еще следствие. И там, поверьте мне, будет очень интересно. Следующие апелляции рассмотрели быстро. Момот, кроме того, что освобожден, еще и восстановлен на рабочем месте. Сегодня-завтра он вернется в кресло Выжгородского мэра. Вопрос об отмене ареста имущества перенесли на 29 июня. Ждут материалы дела из Печерского суда. И последняя апелляция на изъятие мобильного Момота 6-го айфона. Решение такое же – вернуть. Откуда у мэра деньги на твой телефон? Он сами объясняет. В прокуратуре планировали уже завтра подать в суд ходатайство о продлении меры пресечения Момоту. Но, учитывая итоги сегодняшнего заседания, продлевать-то нечего. Говорят, придется просить о новой мере. Мы достигаем завершения все следственные действия. Будет новое вопрос. Я думаю, что завтра. Мы порадуемся и старшей группе процессуальных керевников принимаем решение. Напомню, Алексея Момота, выдвиженцы от партии «Воля», подозревают в вымогательстве у строительной компании, крупнейшей в истории страны взятки – 1 миллион евро. 300 тысяч наличными, остальное – квадратные метры в новострое. Его задержали 14 апреля сотрудники СБУ и прокуратуры Киевской области. Печерский рассуд арестовал Момота на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. И уже на следующий день мэр вышел из СИЗО. Деньгами сбросились нардеп Юрий Деревянко и жена нардепа Ярослава Маскаленко Инна. Они внесли 4 миллиона. Остальное, как говорят адвокаты Момота, предприниматели и жители Бушгорода. Анна Камнева, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Серьезное обострение ситуации на Донецком направлении. Под Авдеевкой боевики всю ночь из тяжелых минометов и гаубиц обстреливали позиции наших военных. Есть потери среди мирных жителей. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Позиция около шахты Бутовка, это под Авдеевкой, встречают почти полной тишиной. Время от времени где-то в стороне звучат короткие пулеметные очереди. Над позициями боевиков поднимается дым. Ночью противник очень плотно обстреливал украинских военных. Вчера дали нам повеселиться, конечно. Обстреливали регулярным огнем, 120-ми минами. Были 152-е, гаубицы, про доказы кидались. В результате боевых действий на Донецком направлении как минимум один мирный житель погиб. Еще полтора десятка человек, в том числе и трехлетний ребенок, получили тяжелое ранение. Из-за обстрелив боевиков закрыли пункт пропуска между Майорском и Горловкой. Правда, позже он возобновил работу. А вот на другом пункте пропуска, уже под Марьинкой, пограничники остановили подозрительную машину. В контрольном пункте въезда-въезда Марьинка на автомобиль марки Ауди в час действия контрольных переверочных заходов спросил службовый собака Чек, который специально навчен на выявление зброи, набоев и выбухивки. Разобрав двери автомобиля, пограничники нашли вот такую агитацию. Кому принадлежит книга? Я не знаю, у меня первый раз увидел. Первый раз увидел? Да, первый раз. А позже противотанковую гранату. Обнаружен металлический предмет цилиндрической формы. По внешнему признаку похож на гранату. Изъятое оружие и владельцы автомобиля пограничники передали СБУ. Идет следствие. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканала Интер. Это Россия. Двойной теракт в Ираке. В результате взрывов погибли как минимум 30 человек. Еще 70 получили ранения. В обоих случаях смертники подорвали себя в заминированных автомобилях. Первая атака произошла в торговом центре на востоке Багдада. Вторая возле военной базы на севере столицы. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка Исламского государства. Эти взрывы местная полиция называет местью за наступление иракской армии, которая выбивает боевиков ИГИЛ с территории страны. И еще один кровавый теракт в центре Тель-Авива. Двое боевиков, вооруженные автоматами, напали на посетителей кафе. Есть погибшие и раненые. Все подробности у Сергея Услендера. Сейчас на месте теракта все выглядит как обычно. Люди сидят в кафе, работают магазины. Только очень много журналистов и камер. Все вокруг говорят только о ночном теракте. Это сейчас тема номер один в Израиле. Это самый центр Тель-Авива, так называемый парк Сарона. В двух шагах отсюда находится здание генерального штаба. Большая армейская база. Здесь полно всяких кафе, магазинчиков, разных офисов. В общем, бывает много людей, поэтому место для теракта было выбрано крайне расчетливо. Все произошло в переполненном кафе. Двое мужчин в костюмах религиозных евреев вошли внутрь. Их появление должно было по идее насторожить персонал. Кафе не кошерное, такие сюда обычно не заходят. Но из-за многолюдности никто не обратил на них внимания. Внезапно террористы выхватили автоматы и открыли беспорядочный огонь во все стороны. Мы сидели в соседнем кафе и услышали громкую стрельбу. Побежали на улицу, увидели, как отсюда выбегают люди. А изнутри снова послышались выстрелы. И тогда мы бросились бежать подальше от этого места. Первыми к месту побоища прибыли охранники государственного радио. Его офис совсем рядом. Чуть позже подоспел полицейский спецназ. Завязалась ожесточенная перестрелка. Один террорист был ранен и схвачен. Спустя несколько минут задержали второго. В результате теракта три человека были убиты на месте. Одна женщина умерла через несколько часов на операционном столе. В больницах еще пятеро раненых. Все в тяжелом состоянии. Премьер-министр Бениамин Нетаньягу, который в этот момент как раз завершил официальный визит в Москву, прямо из аэропорта отправился на экстренное заседание. Потом посетил место теракта. Это чудовищное преступление от террористов. Убийство совершено в самом сердце Тель-Авива. Еще большую трагедию удалось предотвратить благодаря слаженным действиям служб безопасности. Мы ответим на это. Будем уничтожать преступников и защищать свой народ. Оба террориста двоюродные братья. Мохаммед и Халид Мохаммра из арабской деревни Ядта, близ Хевроны. Сейчас деревня оцеплена войсками. Там идут поиски возможных сообщников. Дома, где жили террористы, будут снесены. Министерство обороны уже отменило тысячи разрешений на работу для палестинцев. Жители Ядты, как объявлено, больше в Израиле найти работу не смогут. Армия перебрасывает на Хевронское Нагорье крупные силы пехоты. Теракт уже осудили Соединенные Штаты, Франция и генсек ООН Пангимун. А Хамас в секторе Газа бурно отпраздновал убийство мирных людей. Его главари заявляют, что приготовили для Израиля много сюрпризов на Рамадан. Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Протесты, погода и футбол. Завтра во Франции открытие Еврочемпионата. София Гордиенко пыталась понять, как к этому событию относятся сами французы и как просочиться на стадионы сквозь забастовки транспортников. Давайте посмотрим. Во Франции к футболу отношения неоднозначные. Хотя здесь считают этот спорт не самым благородным, но простому народу нравится. Потому политики, даже такие аристократы, как кандидат в президенты Валерий Жескардестан, вот он пасует головой, в погоне за голосами не гнушались побегать за мячом. Тем, кто уже добегался до ответственного поста, куда лучше для имиджа появиться на трибуне в качестве хозяина большого футбольного праздника. Франсуа Аланду, рейтинг которого на днях скатился до 14%, эффектный выход бы не помешал. Но из-за протестов профсоюзов триумф мог быть подпорчен. Пришлось срочно договариваться. Официальный транспорт Евро-2016 – это поезда. И только благодаря тому, что правительство Франции пошло на большие уступки железнодорожникам, болельщики могут добраться к стадионам. Правда, оказалось, договорились только наполовину, если сообщения с аренами наладили, другие направления под угрозой. Поезда работают, а вот пригородной электрички нет. И надо выяснять, как добраться до центра из аэропорта. Бонжуро! И завтра снова будет забастовка? Да, завтра тоже надо спуститься в метро. Туристы пока относятся к французским обычаям бастовать с пониманием. Но мы не спешим, разберемся, как попасть в центр. А что завтра будут делать люди, я не знаю. Французы уверяют, для их страны футбол важен, несмотря ни на что. Для большинства людей это очень важное событие. А как же забастовки? Ну, французы всегда остаются французами. А забастовки это наше все. В новостях каждый день отчеты о мерах безопасности и кадры с вокзалов и стадионов, на которых полицейские тренируются в случае опасности эвакуировать зрителей и освобождать заложников. Играют на публику и футболисты. Как люди суеверные, перед матчами словами не разбрасываются, но на камеру позируют. Украинцы разминаются в Аксен-Провансе. Наши первые соперники, немцы, лениво опинают мяч на курорте Эвиан. Евро-чемпионат это всегда хорошо для экономики и популярности. Но есть еще одна миссия у этого праздника здесь, во Франции. Вернуть подмоченный джихадистами имидж спокойной страны. Ведь после ноябрьских терактов слава Парижа, как города любви, заметно поблекла. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Париж. Франция. В МИД Украины раскритиковали вчерашнюю резолюцию Сената Франции о смягчении санкций против России. В ДИП-ведомстве подчеркнули, что Франция, как активный участник нормандского процесса, должна оставаться на позициях международного права. И поскольку действия России на Донбассе и в Крыму не меняются, какие-либо основания для пересмотра или снятия санкций отсутствуют. Также в МИД напомнили о том, что резолюция Сената не является обязательной для исполнения правительством Франции. Она лишь несет рекомендательный характер. Взрыв на военном полигоне. Что стало причиной гибели солдат под Черниговым? Об этом буквально через несколько секунд. Спланированная информатака. Кто пытается сорвать проведение ЛГБТ-парада в столице? И как полиция намерена противостоять провокаторам, узнавала Елена Митясова. Ажиотаж вокруг проведения в столице марша равенства не утихает. На днях новая сенсация. Бойцы полка Киев заявили о своем категорическом протесте охранять участников ЛГБТ-парада. Под стенами главного управления МВД развернули пикет. Такая перспектива, уверяют бойцы, им не улыбаются. Поэтому вместе с коллегами массово пишут заявление об увольнении. На столе у командира их уже говорят более сотни. Однако сегодня командование полка эту информацию опровергло. Прокомментировала фейковую информацию сегодня и глава нацполиции Хатя Адеканаидзе. Не было ни одного человека, который написал бы заявление и отказался бы служить в национальную полицию из-за ответственности, которая лежит на нас. И мы, конечно, приняли присягу не за того, чтобы мы выборочно кого-то защищали. Нет, мы защищаем всех и обеспечиваем право, порядок. Охранять ЛГБТ-парад 12 июня будут 6 тысяч полицейских и бойцов нацгвардии. В день проведения марша в центре Киева установят металлоискатели, а по маршруту от улицы Владимирской до площади Льва Толстого усилят меры предосторожности. Будет обмеженный доступ к этой территории, будут сформованы достатная количество, скажем так, пропускных фильтрационных пунктов, на которых будут использоваться металовые рамки, металовые детекторы, будут использоваться службовые собаки, но это не зашкодит вольному проходу. Напомню, о намерении сорвать киевский марш уже заявили активисты движения ОУН. Их поддержал правый сектор. Пресс-секретарь Артем Скоропадский в фейсбуке даже написал, 12 июня в столице будет кровавая каша. И вот как комментируют это представители ЛГБТ. Полиция полностью готова защищать марш ревности, люди, которые учатся в марш ревности. Поэтому, в принципе, мне кажется, что все пройдет хорошо и без провокаций. Сдерживать вероятных провокаторов, уверяют нацполиции, будут до последнего силу. Полицейские собираются применить только в крайнем случае. Елена Митясова, Данил Снисар, Валентин Белич. Подробности в телеканал Интер. В Луцке двое неизвестных напали на народного депутата от Народного фронта Игоря Лапина. По его словам, прямо из рук вырвали сумку с документами и попытались скрыться на автомобиле. Когда же Лапин бросился в догонку, добычу выбросили и, как опять же утверждает нардеп, начали стрелять. Он открыл ответный огонь из наградного пистолета. Налетчики скрылись, сейчас полиция их разыскивает. Сам Лапин не связывает этот инцидент с политической деятельностью, предполагает, что это было банальное ограбление. Следующим было выявлено 7 гильз калибра 9 мм. Патроны были выпущены именно из пистолета належного Игоря Лапина. Гильз, которые свидетели о использовании оружия сбоку злочинцев. На жаль, выявлено не было. Но мы, наверное, остались в салоне транспортного засоба. Детство в трудах. Правоохранители заинтересовались информацией о том, что в Харьковской области эксплуатируют несовершеннолетних. Но почему пока прокуратура и полиция ведут расследование, ни учителя, ни родители, ни даже сами дети не считают это проблемой? Разбирались наши корреспонденты. Олег недавно закончил 10 класс. Месяц назад он оказался буквально на грани жизни и смерти. Рассказывает, пошел подработать на птицефабрику. Переносил куриц из одного цеха в другой. В перерыве дурачился с ребятами. И те отстегали его крапивой. У меня два местных взрослых пацанов взяли и обжигляли. И мне резко запекло, и я потерял сознание. Оказалось, у мальчика аллергия. Начался анафилактический шок. Мать не отрицает. Разрешила сыну пойти на работу. Мол, хотел заработать на новые брюки. Почему бы и нет? Хоть и знала, для этого придется прогулять школу. Вместо уроков это постоянно такое разрешалось у нас. Все же детки ходили. Ну, все тоже как бы, ну, помощь как бы от школы совхозу. В самой школе переполох. С утра здесь работают следователи. Вы мешаете проводить профессиональные действия. Уберите, пожалуйста, камеру. Будьте добры. Общаться учителя не готовы. Завуч и вовсе убегает от камер. Своей вины в том, что школьники вместо уроков ходили на птичник, не видят. Обращайтесь к родителям. Если эти дети работали. Обращайтесь к родителям. Местные говорят, уже много лет подряд у школы с птицефермой договор. И школьников отправляют работать прямо с уроков. Завтра, допустим, носить курей. Одевайте там, ну, домашнюю одежду, будете носить курей. Моих посылали детей, но я им запретила, мои не ходили. Директор птицефермы не отрицает. До 2011 года так и было. Хозяйство помогало школе материально. Те в ответ дважды в год присылали учеников на подмогу. Но уже пять лет детский труд тут не используют. Когда нужны люди, вешают объявления по селу. Но берут на работу всех желающих, в том числе и школьников. Эти ребята, которые есть, у нас есть справка от родителей, которые говорят, что они не возражают, что он участвовал. Сейчас у правоохранителей есть четыре заявления от родителей детей, которые работали на фабрике. Сейчас есть предварительная информация. Это показания местных жителей, показания там нескольких родителей, что дети там переносили этих птиц из одного цеха в другой, без перчаток, без респираторов. Если вину директора птицефабрики докажут, за эксплуатацию детей ему грозит до пяти лет тюрьмы. Данил Снисор, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьковская область. В Украине хотят закрыть школы-интернаты. Чиновники считают, что дети должны жить в семьях и ходить в обычные школы. Смогут ли малообеспеченные родители дать детям образование и не окажутся ли подростки просто на улице после такой реформы? Разбирались наши корреспонденты. Школа-интернат в селе Нижний Быстрый. Здесь учатся 150 детей, в основном из неблагополучных семей. Родители привозят их из Худского и Межигорского районов. Дети очень обездолены, где им жить? Батьки не имеют их возможности держать дома. В этой школе есть и догляд за ними, и дети всегда поели, и доглянуты режим, живут себе за режимом. И, честно говоря, очень сложно им звезды отъезжать потом. И как раз выпускники вчера поехали и слезами. Руководство интерната уже предупредили. Заведение планируют закрыть. Согласно реформе образования до 2020-го, все школы и интернаты в Украине должны быть ликвидированы. Детей отправят обратно к родителям. Ходить они будут в обычные учебные заведения. Есть какие-то семейные проблемы. Это и алкогольные вживания, и одинокие матрицы. В нашей стране все-таки нужно признать, что немного уровень жизни населения снизился. И если таких школ не будет, то часть детей просто будут на улице. И даже думаю, что можно сказать, что они будут забраковать. Помимо детей пострадают учителя и воспитатели. Во всяком случае, в Нижнем Быстром без работы останутся 80 сотрудников. Мы живем в горах. Грязька села, где мы поехали? Кто бы нас взял на работу? Мы, напевно, бы все были безработными. Инициатива, которая проголомшила взагалі. Мы будем вимагать скасывания этого решения, потому что все школы нужны наоборот. Какие государство нужно поддерживать и давать возможность детям отримать достойную обучение в этих закладах. И считаю, что это такая же инициатива, которая выникает час от часа. Закрыть где-то школу, перевезти. Причем это все делается без поддержки, как доставки детей до другой школы. Без какой-то проработки с громадой. И эти инициативы чиновников, они очень шкодливые. Сегодня лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко специально приехал на Закарпатье. К нему обратились сотрудники интерната с просьбой помочь и ходатайствовать, чтобы учреждения не закрывали. По дороге нардепа просто шокировали лысые Карпаты. Когда я прилетал на Гвинтокриле, я увидел на свои очи, как идет массовая вырубка лесов в Карпатах. В этой справке все местные органы влады, руководство лесхоза, особенно это касается Министерства обороны, в Школевском районе идет массовая вырубка как раз под руководством лесхоза, в лесхозе Министерства обороны. Все правоохранные органы. А потом еще и удивляются, что идут вагоны с кругляком на экспорт за кордон. Так они идут звезды, все про это знают, все в этом интересе. Юрий Бойко сообщил, что готовит запрос к Генеральную прокуратуру Министерства внутренних дел и обороны. Народный депутат намерен потребовать провести расследование и наказать виновных в безжалостной вырубке карпатского леса. Анна Демиденко, Леонид Аборин, Закарпатская область, телеканал Интер. На восстановление Донбасса из бюджета Украины дополнительно выделят 3 миллиарда гривен. Соответствующий закон подписал сегодня президент Петр Порошенко. Во время телемоста с руководителями Донецкой и Луганской областей глава государства подчеркнул, что в первую очередь деньги пойдут на восстановление школ, амбулаторий и детских садов. Также в Луганской области планируют отремонтировать 60 километров дорог, 6 мостов и возобновить работу музыкально-драматического театра. Боевики вновь обстреливают жилые кварталы. На этот раз под огнем поселок Новотроицкое, неподалеку от Волновахи. Снаряды и зажигательные мины падали прямо на улице. Впоследствии этого обстрела видел наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Боевики все чаще возвращаются к тактике артиллерийского террора, стреляют именно по мирным поселениям. Вот как по Новотроицкому прилетело уже третий раз за неделю, попадают по домам, огородам. Есть очень большая опасность для жизни мирных жителей. Капсула видосветительного боеприпаса. Здесь должен находиться парашют. Сам он крепится сюда. И во дворе разрыв. Это прилет именно осветительного боеприпаса, который в данном случае использовался в качестве зажигательного по мирным жителям для поджигания домов. Люди здесь уже пережили немало вражеских обстрелов из разных вооружений. Но такого еще не было, рассказывают сельчане. Только чудом одалось избежать масштабного пожара. Воно освятило хату, освятило двое комнаты в нас и там, и там оно освятило такое яркое пламя. И за хатою заторохтило. У нас демарь, ну, труба у нас отопление. Я думала, что осколком разрезало трубу. Доли секунды это все было. Засвятилося, а потом взрыв. Взрыв, ну, такий, ну, хороший взрыв. Если рядом, то 10 метров. А я выходил на язык, гляну, я думаю, в хату упал. А за ворот стол пламя нет. С утра на месте работают офицеры совместной наблюдательной миссии. Измеряют воронки и определяют, откуда прилетели вражеские снаряды. Потом эти выводы собирают и передают в Минскую группу и в ОБСЕ. Правда, в основном пока эти данные влияют лишь на статистику. Конкретных и действенных наказаний для боевиков за нарушение режима тишины пока так и не придумали. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Киндратенко. Подробности телеканал Интер. Небоевые потери у военных. Двое срочников погибли в результате взрыва на полигоне в районе поселка Гончаровска. Это Черниговская область. Еще один находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Взрыв прогремел на территории, где военнослужащие готовили поле для мишеней. Как сообщают в генштабе, во время перерыва бойцы развели костер, после чего, собственно, взрыв и прогремел. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Анкара должна немедленно прекратить нападки на депутатов Бундестага турецкого происхождения. Которые проголосовали за признание геноцида армян. Это требование Брюсселя. Глава Европарламента Мартин Шульц написал гневное письмо президенту Турции Эрдогану. В послании говорится, что предложение взять у парламентариев кровь на анализ и обвинения в связях с террористами нарушают все табу. Тем временем в Турции готовятся судить депутатов. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Депутатам Бундестага турецкого происхождения уже почти неделю приходят письма с угрозами и оскорблениями. А вскоре могут прийти еще и повестки в суд. На парламентариев, которые проголосовали за признание массового убийства армян в Османской империи геноцидом. На исторической родине в Турции собираются подавать в суд. Из ЦИД два профсоюза турецкой полиции и объединение юристов страны. Ответчики 11 депутатов Бундестага с турецкими корнями, которые проголосовали за. Статья «Публичная дискредитация страны и правительства. Наказание от полугода до двух лет тюрьмы». Парламентариев могут осудить заочно и потом арестовать и отправить за решетку при первой же попытке пересечь границу Турции. Бундестаг возмущен. Немедленно прекратить нападки в адрес коллег уже потребовал глава парламента. Каждый, кто путем угроз пытается давить на отдельных депутатов, должен знать, он атакует весь парламент. То, что демократически избранный в 21 веке президент может критиковать демократически избранных депутатов Бундестага, ставя под сомнение их турецкое происхождение, называя их кровь испорченной, я ранее считал невозможным. «Критика из Берлина Анкару, похоже, не особо впечатляет. Напротив, власти Турции готовят план действий против Германии в качестве мести за резолюцию. Комплекс мер поручено разработать нескольким министерствам. Окончательный вариант потом одобрит президент Эрдоган». «Германия должна пересмотреть этот неверный шаг в ближайшее время. Если этого не сделают, мы оценим ситуацию, и наши последующие шаги тоже будут отличаться от прежних». Немецкие политики же ждут шагов от Ангелы Меркели, призывают канцлера не церемониться. И ясно дать понять Эрдогану. Угрожать, давить и шантажировать Берлин не позволит. Впрочем, не исключено, что вскоре внимание Турции может переключиться на другую страну, на Чехию. Ее президент Милаш Земон накануне посетил Армению и там заявил, что предложит чешскому парламенту последовать примеру немцев и принять подобную резолюцию. На родине Земона эту идею восприняли без особого энтузиазма. Некоторые политики уже заявили, исторические события должны оценивать историки, а не политики. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Овечьи провокации в Испании и следы хоббитов в Индонезии. Об этом и не только в нашем обзоре. Четыре полосы проезжей части ушли под землю в столице Канады. Огромная дыра образовалась всего в двух кварталах от здания федерального парламента. Власти Оттавы срочно эвакуировали банк, книжный магазин и торговый центр, расположенные поблизости. Дыру моментально наполнила вода. Авария спровоцировала утечку газа. Недалеко от этого места строят метро и, возможно, работы под землей стали причиной обвала. К счастью, обошлось без жертв. Нашествие овец в испанском городе Уэска. А тара из 1300 голов случайно забрела в населенный пункт. Оказалось, их пастух уснул и животные самостоятельно выбрали маршрут прогулки. Увидев такое количество овец, жители Уэски обратились в полицию. Патрульные всю ночь выводили стадо и только к 7 утра вернули заблудших пастуху. Остатки человека. Хоббиты обнаружили археологи в Индонезии. После 10 лет поисков нашли зубы и фрагмент челюсти. Именно за карликовый рост, не больше метра, этих первобытных людей называли хоббитами. Объем мозга у них в три раза меньше, чем у современного человека. Сейчас ведутся споры, почему люди обмельчали. Находке 700 тысяч лет. Редчайший случай в футболе. Перед началом матча Кубка Америки между сборными Колумбии и Парагвая монетка, которую подбросил судья, упала на ребро. Обычно так определяют, какую половину поля команды займут в начале матча. Рефери пришлось повторить процедуру. И только со второй попытки монета опустилась на газон привычным образом. Как эффектно открыть бутылку шампанского мячом для гольфа, показала пара из Нью-Джерси. Взмах клюшки, удар и мяч идеально точно вышибает пробку из горлышка. Как долго Джошуа Келли и его жена готовили этот трюк неизвестно, но меньше, чем за сутки видео собрало более 30 тысяч просмотров. Подробности UA это наш сайт, информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей, до встречи завтра. КОНЕЦ